Петербургский международный экономический форум Глава государства выступит на пленарном заседании укрепления доверия в эпоху преобразований Накануне президент обратился с приветствием гостям форума В своем обращении он заметил, что площадка утвердилась в качестве авторитетного и востребованного формата общения А в центре дискуссий всегда находятся наиболее актуальные проблемы, стоящие перед Россией и всем миром Предполагается, что в своем выступлении Путин коснется актуальных проблем мировой экономики А также предпринимаемых руководством России мер по улучшению делового климата Поиску новых, прежде всего, внутренних источников роста на фоне сложной ситуации в мировой политике У главы государства запланированы встречи с руководителями крупнейших российских и зарубежных компаний А также переговоры с лидерами КНР и Монголии Делегация Петербурга одна из самых активных на форуме С утра губернатор Георгий Полтавченко подписал целый пакет соглашений с правительством Дагестана, Невским заводом и компанией ЛМП Накануне были достигнуты договоренности о создании новых производств литий-ионных аккумуляторов и новейших дизельных двигателей Также было подписано соглашение с концерном IBM В Зеленогорске инвесторы планируют построить комплекс, который позволит проводить фестивали на самом высоком уровне А на юге Петербурга в проекте настоящий мини-город с двумя миллионами квадратных метров жилья Правительство города планирует повторить достижения прошлого года и подписать соглашение на 130 миллиардов рублей Наш корреспондент Мария Марченко работает сейчас на площадке Ленэкспо Она на прямой связи со студией Мария, здравствуйте! Появилось ли что-то новенькое в копилке нашей петербургской делегации? Да, совсем недавно губернатор подписал еще одно соглашение о строительстве современного мусороперерабатывающего завода Это соглашение кредитное, его подписали Георгий Полтавченко и Андрей Костин, председатель правления ВТБ Мусороперерабатывающий завод появится в поселке Левашово Он ежегодно будет утилизировать 350 тысяч тонн твердых бытовых отходов Проблема с их утилизацией стоит очень остро Проблема цивилизованного обращения с отходами стоит и в Санкт-Петербурге Хочу напомнить, что в год наш город и его гости утилизируют более 1 миллиона 700 тысяч тонн твердых бытовых отходов К сожалению, основная часть их утилизируется на полигонах Только 15% на сегодняшний день, около 15% перерабатывается Сегодня у губернатора не менее насыщенная деловая программа, чем вчера Он постоянно подписывает соглашения, встречается с главами других регионов И вот одно из самых последних соглашений с Почтой России Компания возведет современный логистический центр в Пулково Он будет ежегодно обрабатывать 400 миллионов писем и посылок Юрий Спасибо, Мария Это был наш корреспондент Мария Марченко Смотрите прямые включения с площадки Ленэкспо в каждом выпуске новостей на телеканале Санкт-Петербург Скептические настроения по поводу снижения количества иностранных участников на МЭФ 2014 Из-за событий на Украине оказались несостоятельными В этом году в Северную столицу приехало ничуть не меньше гостей, чем в прошлом Около 7 тысяч человек из 72 стран В том числе 140 глав иностранных корпораций И почти 500 руководителей крупных российских компаний Во второй день форума в Петербург прибыл глава БПР Роберт Дадли Он и другие лидеры нефтегазовой отрасли Собрались на ключевом мероприятии форума, пленарном заседании Все обсуждают рекордный контракт, который Россия заключила с Китаем По поставкам газа в течение 30 лет Сумма договора 400 миллиардов долларов Такого раньше не было Как отметил председатель правления Газпрома Алексей Миля Прошлый год стал рекордным для России по объемам экспорта газа Россия была поставщиком номер один Европейский союз газа И без сомнения останется И роль поставок российского газа Роль поставок газа Газпрома на европейский рынок Будет только возрастать В куларах форума обсуждают переезд Газпрома в северную столицу Если он разместится в лахтоцентре То и налоги будет платить в Петербурге А это примерно 160 миллиардов рублей Почти треть городского бюджета На эти деньги ежегодно можно строить по 5 спортивных арен Как на Крестовском острове Или же раздать их всем жителям Петербурга В виде премий по 30 тысяч рублей Переезд Газпрома по оценкам специалистов Может состояться через 3-3,5 года По сообщению информагентств только что Первый вице-премьер России Игорь Шувалов И министр финансов России Антон Силуанов Начали переговоры с представителями Виза и Мастеркард Переговоры проходят в закрытом режиме В них принимает участие глава Сбербанка Герман Греф Сегодня банкир отказался как-либо комментировать детали плана По созданию национальной платежной системы Журналисты надеялись получить от Грефа комментарии Во время традиционного завтрака Сбербанка Однако руководитель компании лишь подтвердил Что международные операторы намерены продолжить работу в России А сама российская система создается не с целью замены А для альтернативы существующим способам безналичного расчета При всей остроте политического наказа сегодня Я не вижу ни одной возможности Экономической или политической изоляции России Россия слишком большая страна Слишком важный элемент международного сообщества Если такое, не дай бог, произойдет Это будет означать для всего мира новое состояние мира Значительно более уязвимое и значительно более опасное Между тем в куларах форума поговаривают Что Россия вовсе может отказаться от использования пластиковых карт Заменив их более современными устройствами План по созданию национальной платежной системы Возник в середине марта Когда операторы Visa и MasterCard Оставили транзакции ряда российских банков В мае появилась информация о том, что через два месяца Международные платежные системы могут уйти из России Сейчас же ситуация полностью стабилизировалась Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...